Жителя Челябинска обвиняют в краже колбасы, дезодоранты из супермаркета на тысячу рублей. Мужчина утверждает, что готов был расплатиться за товар и на свою защиту он уже потратил 100 тысяч рублей. Следствие в год не может доказать его вину. Обвиняет их, желает осудить его. Считает, что он преступник. Сегодня адвокат подсудимого впервые дает официальные комментарии, по его словам, из-за ошибок следователей до завершения разбирательств еще долго. Подсудимый уверяет, просто забыл оплатить колбасой дезодорант на выходе из магазина, а сторона обвинения уверена, товар он хотел украсть. Доказательств нет ни у тех, ни у других. Эта история произошла в августе прошлого года в одном из супермаркетов. Кассир обратил внимание, что один из покупателей прошел мимо кассы с товаром в руках. Мужчина задержала полиция, ущерб составил 1050 рублей. Эта сумма подпадает под уголовную статью кража. Из-за неправильно оформленного протокола и участия сомнительных понятых, которые не помнят событий того дня, подсудимый потратил на адвоката около 100 тысяч рублей. Теперь к делу подключился уполномоченный по правам человека в области Алексей Севастьянов. Он считает, что жители Челябинска должны попросту простить. Я думаю, что если этот человек не рецидивист, а первый раз, да, и видно же, это по признакам, дать ему возможность оплатить этот товар и не поднимать большую проблему из этого.